К трехсотлетию российской полиции. Андрей Кольцов женился в 20 и через два года у него уже было двое детей. Будучи военным, с женой и детьми сначала жили в казарме. Дочь Ксения этот отрезок помнит плохо. Более яркие воспоминания из детства – это когда папа уже работал в батальоне ГИБДД Ставрополя. Брал их с братом на работу. Погоны, фуражки и жезлы девочка примеряла на себе. Она хотела быть такой, как папа. После школы окончила университет, работала помощником судьи, но недолго. Я пришла к отцу и сказала, я хочу быть сотрудником полиции. Я приняла решение и сказала ему, что папа – это мой осознанный выбор. Я знаю, что будет тяжело. Я буду стараться не плакать, не показывать тебе своих эмоций. Я хочу быть сотрудником полиции. Когда-то здесь работал ее отец. Теперь в этом же здании Ксения помогает людям на должности следователя. Хрупкая блондинка с большими глазами знает, что не вызывает у подозреваемых страх. Но внешность, как это обычно бывает, обманчива. У меня достаточно очень жесткий, суровый характер. Это, наверное, в отца. Потому что у меня отец такой, у меня реально жестик. Работать тяжело, но можно. Сложно, плакаться нельзя. Все, пройдем, прорвемся. Я, наверное, из типа таких людей, которые всегда испытывают на себе все сложности и трудности. С возрастом пришло понимание, что полицейский – это не только внешняя строгость. Погоны и мундиры, но и полная самоодача. Ксения признается, кроме работы времени не хватает ни на что. Тяжело эмоционально. Иногда хочется все взять и бросить. Но она всегда находит стимул, чтобы остаться. Это, наверное, где-то заложено на генетическом уровне. Я не знаю, как это объяснить. Но бывают моменты, когда тебе хочется просто бросить все, прижать этого человека к себе и сказать, что все будет хорошо. Ты не переживай, мы решим твою проблему. Ксения увлекается верховой издой. К слову, кони – это страсть всей семьи Кольцовых. Глава семейства свое увлечение называет болезнью. Единственный, кому вирус передался меньше – это его сын Виктор. Очень похож внешне на своего отца и мало похож внутренне. Охота и рыбалка – это не его. Любит спорт. С первого класса занимался футболом. Всю юность ездил на смотры и играл даже в Бразилии. Отслужив в армии, решил пойти работать в полицию. Папа не отговаривал и не продвигал. Два года Виктор патрулирует улицы в районе Нижнего рынка. Решили так, что начнет именно с земли, с ППС, с той должности, которая, ну, чтобы понимал, то есть не сразу на руководящий, а чтобы начинал с АЗОВ и понравится, вытерпит, не уволится. Ну, ради бога, пусть работает. Жена Наталья к распорядку мужа привыкла. Тревоги, ночные дежурства за семь лет стали нормой. Как и муж, домохозяйка всерьез увлекается верховой ездой и растит дочь. Полина о службе в полиции не грезит. Сочиняет на ходу стихи и любит, как папа животных. Мечтает стать поваром. Говорит, яичница у нее получается очень вкусная. Но кто знает, ведь желание стать полицейским в семье Кольцовых, как показывает практика, приходит с возрастом. Анастасия Петренко, Александр Лукьяшко и Никита Чуб, АТВ Ставрополь.